Здравствуйте! В эту пятницу мы обсудим свободный обмен биткоинами с помощью IOS, в чем обвиняется бывший топ-менеджер знаменитого Barclays и стремление компании Торы быть более ответственными. Хорошие новости для владельцев техники Apple. После того, как компания ограничила доступ к различным типам криптовалют, было принято решение о запуске сервиса биткоин-платежей в ее экосистеме. Отныне пользователи IOS 10 смогут отправлять и получать персональные платежи без комиссии напрямую через платежный сервис Circle, который поддерживает доллары, евро, фунты стерлингов и биткоины. Также можно вносить и снимать наличность практически через любой банк в Америке и Великобритании. Кроме того, в скором времени Circle будет поддерживать операции через все европейские банки. Однако, если у вас Android и кто-то отправляет вам платеж через iMessage, вам будет приходить URL для снятия наличных и отправления собственных переводов. Также у вас есть возможность установить приложение Circle и для своего андроида. Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании FCA планирует ввести санкции против бывшего топ-менеджера Барклейс Эндрю Тиннея. А именно, ему будет запрещено занимать руководящие должности в связи с обвинениями в уничтожении и тем самым сокрытии отчета, свидетельствующего о недобросовестной корпоративной тактике американского подразделения банка. Эндрю Тинне занимал пост управляющего директора подразделения Барклейс по управлению активами состоятельных лиц. Именно тогда он предположительно уничтожил важный независимый отчет Genesis Ventures, в котором излагались детали стратегии под названием «прибыль любой ценой», применяемой в американском подразделении. Этот самый Тинне опровергает все обвинения и результаты расследования. Он отрицает свою причастность к уничтожению документа, настаивая на том, что в свое время оповещал соответствующих должностных лиц об отчете. Недавно Yoni Asia, создатель международного брокера социального трейдинга компании Etora, сообщала о планах компаний повысить маржинальные условия для того, чтобы приучить потребителя к ответственному трейдингу. И вот вчера стало известно решение снизить лимит кредитного плеча до 1 к 50, что позволит ограничить уровень риска для тех, кто только начинает инвестировать в финансовые рынки. Изменения вступили в силу уже в этот понедельник. Они касаются только тех трейдеров, которые зарегистрировались на платформе после 12 сентября. Для новых клиентов значение кредитного плеча по умолчанию будет снижено до 1 к 25. Региональный директор Etora в России и СНГ Павел Салас прокомментировал, что наша компания всегда была и остается приверженцем концепции ответственного трейдинга. Ограничение кредитного плеча – это инструмент, позволяющий дополнительно снизить риск для новичков и полностью соответствующий нашей политике. На этом наш выпуск подошел к концу. Новости предоставлены на редакции Forex Magnets. Хороших вам выходных и до встречи в понедельник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова